Всем привет! Я только что с почты принес посылочку, получил. Хоть посылочка с подарком из Нижнего Новгорода, но подарок подарил мне друг из Ивановской области. Жень, спасибо большое, привет тебе огромный. Вот распечатываем. Я конечно знаю, что здесь. Здесь очень прикольная вещица в коллекцию. Я конечно о ней не мечтал, потому что недавно только увидел, встретил такую. Упакована как замечательно. Старались. Вот такой столовый нож. А чем он примечателен? Конечно же не своим красивым черенком с орнаментом и цветами, а примечательным он вот этим клеймом Павловское кустарное товарищество. Впервые встречаю такое клеймо. Не знаю, имеет ли оно отношение к Павловской кустарной артели. Но все-таки расскажу немного истории этой артели. В 1890 году народник Александр Генрихович Штанге основал в селе Павлово, это Горбатовский уезд Нижегородской области, Павловскую кустарную артель металлистов. В самом начале им удалось договориться только с фирмой Мюр и Мюрелиз, представитель которой сказал Штанге, у нас имеется русский товар, но он или слишком дорог, или слишком плох. И мы будем вашими заказчиками, если вы будете поставлять товар не хуже ваших образцов по предложенным ценам. Изделия для этого заказчика имели вот такое клеймо. В 1920-х годах ее переименовали в Павловскую артель. В 1930-е она переименовалась в артель имени Штанги. В 1940-е в артель имени Кирова. А в 1956 году ее реорганизовали в завод имени Кирова. В 1971 году завод имени Кирова был удостоен высокой награды Родины, ордена, знак почета. В 1992 году предприятие преобразовали в открытое акционерное общество. А в 1994 году заводу присваивается новый статус. Завод стал именоваться открытое акционерное общество, Павловский, ордена почета, завод художественных металлоизделий имени Кирова. Ну вот, перебирая всю информацию по заводу и клеймам, такого клейма я нигде не встречал. Ни в книгах о ножах, ни на ножевых сайтах. Если кто-то обладает информацией, подскажите, напишите. Буду очень признателен. Ну а в конце видео хотел бы показать фотографии предметов, которые у меня имеются в коллекции данной артели и завода. Ну а на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok